Здравствуйте, дорогие зрители! 4 декабря Святая Церковь вспоминает события из церковного предания, посвященное введению во храм Пресвятой Богородицы. Будучи бесплодными, богатцы Акима Анна молились Богу о даровании чада, и по прошествии некоторого времени Господь ответил на их мольбы и даровал им Пресвятую Богородицу. В то давнее время, когда они молились, при своей горячей молитве они обещали и дали обет Богу посвятить рожденный чадо Господу. По прошествии трех лет, в назначенный день, они решились и исполнили это свое обещание. И достигнув ступень храма, Пресвятая Дева вбежала по этим ступеням и кинулась в объятия своего дальнего родственника, отца пророка Божия предтечи Иоанна. Захария ввел Пресвятую Богородицу и Святая Святых, куда только один раз в год входил первый священник, и то только с великой жертвой. Люди, окружавшие их, дивились такому великому событию. Они не понимали, как может маленькая девочка входить в самую святую часть Иерусалимского храма, как в таком юном возрасте, да еще будучи девочкой, она могла войти в Святая Святых. Это событие откладывает отпечаток на всю нашу церковную проповедь и на все понимание того, что совершил для нас Господь Иисус Христос. Мы понимаем, что самое основное дело нашего спасения – это жертва Господня. Но как бы совершилась жертва, если бы не была той, кто родил по пророчествам Агнца Божия в землющего грехи мира? Пресвятая Богородица этим своим ранним восшествием в храм положила основание начала длительного нашего искупления и спасения. Совсем юной девочкой она была в послушании у служителей храма. В последующем, когда она уже стала подрастать, в отрочестве она была отдана Иосифу, который оберегал и сохранял ее девство. И в таком юном возрасте она сумела послужить великой тайне Божией, тайне Бога воплощения. Поэтому это необычный праздник, праздник, который дает нам надежду на то, что где есть чистота, где есть любовь, где есть послушание и кротость, именно в этот момент сходит сам Господь и посещает человека, умудряет, наставляет, и человек приносит большие плоды. В день своего престольного торжества монастырский храм Архангела Михаила с трудом вместил всех желающих соборно помолиться и разделить радость 25-летия основания Михайло-Архангельской женской обители. История монастыря началась с этих стен. Когда-то это была обычная церковь, построенная в деревне Комаровка Симбирской губернии, еще до революции, неким богатым купцом. В богоборческие времена храм у верующих отобрали, определив его под разные хозяйственные нужды. Постепенно храм разрушался, и к 90-м годам от него остались только стены. В 1991 году, объезжая пределы епархии, преснопамятный епископ Симбирский Меликесский Прокол обратил внимание на стоящий в стороне от домов села Комаровка полуразрушенный остов храма. Он рассказывал мне когда-то, много уже лет назад, о том, каковы были его мечты и планы, связанные с этим святым местом. Он говорил, что это место напомнило ему пюхтицкую обитель в Эстонии, благоустроенную, благоукрашенную, никогда не закрывавшуюся. И он захотел, чтобы здесь, на этом месте, тоже был женский монастырь. В октябре 1994 года Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил открытие при храме женского монастыря. А уже в июне 1995 года сначала строительницей, а потом и исполняющей обязанности настоятельницы будущей обители назначается инокиня Марина, ныне игумения Магдалина. С этого времени началось активное строительство новой обители в честь Архангела Михаила. Появление монастыря в Комаровке стало исключительным событием. И только вам известно, каких усилий и трудов стоило в непростые 90-е годы возвести комплекс зданий, наладить собственное хозяйство, решить все организационные правовые вопросы. С Божьей помощью вам все удалось. Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов поздравил всех с престольным торжеством и днем основания монастыря и вручил игумене Магдалине высшую награду региона. Награждение высшей государственной награды Ульяновской области орденом за заслуги перед Ульяновской областью. С распоряжением губернатора Ульяновской области и вручил игумене Действительно, мы с вами с самого начала почти заложения этого монастыря трудились на благо развития его. И я вам в этом очень благодарна и все время помню. По окончании торжественной литургии владыка-митрополит поздравил всех присутствующих с престольным торжеством и 25-летием монастыря и передал в дар обители великую святыню. Великолепный ковчег с частью честной главы святой великомученицы Варвары. Святая великомученица Варвара почитается у нас с особенной любовью, потому что перед смертью, которую она приняла от рук собственного отца, она молилась Господу о том, чтобы те, кто будут памятовать ее страдания, избавлены были от внезапной смерти, беспокояний и причащения, от гибели в огне, на море или от эпидемических болезней. Теперь и монахини, и паломники, которые будут притекать сюда, смогут поклониться этой великой святыне. Ковчег с мощами великомученицы Варвары будет постоянно храниться в монастырском храме Архангела Михаила. Для сестер обители это великая радость и утешение. Сегодня женская обитель в селе Комаровка великолепный монастырский комплекс, уютно расположившийся на холме. Все это результат большого труда и постоянного напряжения игумени Магдалины и ее помощников в течение 25 лет. Я преподавала на кафедре архитектура строительного факультета технического университета и мы делали дипломные работы, дипломные проекты. И некоторые мои дипломники сделаны были проект трапезной, проект производственного здания и часть гостиницы. То есть мы как-то совещались и матушку тоже можно было назвать консультантом по дипломному проектированию, потому что с ее согласия мы выбирали, какие нормы, какой уровень проектирования взять. Выполненные в едином стиле строения архиерейские, игуменские, сестринские корпуса, трапезная паломническая гостиница окружают жемчужину обители, величавый златоглавый храм во имя архистратига Божия Михаила. У подножья холма открывается взору монастырское озеро с источником и купальней. Сегодня монастырь привлекает к себе множество паломников. В обители ежедневно совершаются утренние и вечерние богослужения. Наталья Шупрецова, Сергей Касьянов, Симбирская метрополия. Дорогой Владыка, разрешите поздравить вас с Днем памяти Патриарха Тихона. В самые суровые годы он сумел сохранить чистоту православной веры. И сегодня ваши труды и ваше попечение пастве очень важны для нас. Воспитанники воскресной школы при Благовещенском храме города Ульяновска готовились к приезду владыки-митрополита как подобает благочестивым христианам. Прилежно, с душой и усердием. Сколько много! Спасибо! Кроме рукоделия, ребятишки вместе со своими педагогами подготовили и творческие номера. Будем мы трудиться, колиться, молиться, над тем, петь, прощать, любить. И, конечно, владыка приехал к детям не с пустыми руками. Он подарил каждому ребенку книгу жизни, святое Евангелие. Каждый раз, когда мы открываем, мы ее понимаем по-новому, узнаем все больше и больше. Она никогда не становится неинтересной. Она всегда бывает новой. Вот так через эту книгу действует на нас сам Господь. Пусть эта книга сопровождает вас всю вашу жизнь. Затем все отправились в Благовещенский храм. Здесь митрополит имбирский новоспасский Иосиф возглавил все нашли обдение перед иконой с частицей святых мощей святителя Тихона. И глаз мой услышат, и будет едино стадо, их един посты. Соборно помолившись и духовенство, и миряне, и дети воскресной школы, каждый приложился к святыне и был помазан освященным елеем. Утром, в сам день празднования памяти святителя Тихона, владыка-митрополит совершил в Благовещенском храме божественную литургию. Наталья Шуплецова, Сергей Касьянов, Симбирская митрополия. Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы получили от вас вопрос. Кто такие фарисеи? Изменилось ли значение этого слова в наши дни? Какие они, фарисеи современности? Почему фарисейство – это грех? Наверное, вопрос такой важный и такой значительный, что его содержание распространяется от христианских времен, пришествия на землю Спасителя, и до нашего времени. Наверное, основная борьба, которую вел Господь, это была борьба не с неверием, не с язычеством, а борьба с неправильной верой, фарисейством. Господь, после того, как Он накормил своих учеников пятью хлебами, пять тысяч человек, и с апостолами вместе возвращался с этой удивительной проповеди, сказал им, берегись закваски фарисейской. Ученики долго размышляли, что это такое, и подумали, что, может быть, у них недостаточно хлеба с закваской его. Но Господь объяснил им, что закваска фарисейская – это фарисейское учение, сущность которого есть лицемерие. Фарисей и саддукеи – это были две самые главные, многолюдные и распространенные секты в ветхозаветном Израиле. Главная особенность фарисеев была буквальное исполнение и стремление к такому очень мелочному и законническому выполнению всех правил. Они правильно исполняли заповедь о субботнем покое и считали количество шагов, которые они могут пройти в субботу. Они правильно выполняли заповедь о десятине, и всякую малую свою толику дохода они считали, делили на 10 частей, и десятину относили в церковь. Таким образом, один из фарисеев, в притче о мытаре фарисеев Евангелии, он даже хвалился, «Господи, какой я молодец! Как я прекрасно поступаю! И не только все свои денежные доходы, но даже и самую малую травинку от всех ароматических трав, мяты и руты, которые собираются на поле, я и то делю на 10 частей и десятину приношу тебе. Как прекрасно, что я не тот самый мытарь, который просто без всякого исполнения законов стоит в храме и молится тебе». И Господь осудил этот законнический подход, потому что это был подход внешнего благочестия, за которым ничего не стояло, и сущность человека не соответствовала внешности его благочестивой жизни. Когда-то во гневе Господь назвал фарисеев гробами покрашенными, то есть такими гробницами, которые снаружи очень красиво украшались, а внутри были исполнены всякой мерзости и зловония. Вот точно так же и у фарисеев, которые хотели внешний очень благочестивый вид принимать, они внутренне совсем не имели даров Божиих, они Бога не любили, они не имели любви к ближнему, они не имели истинного благочестия, и внутри были полны эгоизма, гордости и тщеславия. Когда-то Господь привел, упрекая фарисеев, такой пример, что даже исполняя закон Божий, они могут сказать своим родителям, то, чем я мог бы помочь тебе, это будет даром Богу, и поэтому ты от меня ничего не получишь. И получилось, что даже заповедь Божию о приношении в церковь фарисеи использовали для того, чтобы ущемить и обидеть своих родителей, нарушить другую заповедь Божию о почитании родителей. И вот Господь говорит своим ученикам, берегись закваски фарисейской, берегись лицемерия. А что значит беречься лицемерие? Это значит, что Господь требует от человека не столько внешнего почитания, сколько всей его жизни. «Се стою у двери твоего сердца и стучу», говорит Господь, «Открой мне, сын, не дашь мне твое сердце». Или как в 50-м псалме царя Давида Господь говорит, «Сердце чисто, соси жди во мне, Господи». Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. И только тогда, когда человек принесет Господу свое чистое сердце, свою веру, свое доверие, свое служение, только тогда Господь примет ту внешнюю жертву, которой человек обозначает свое благочестивое, доброе отношение к Богу. В истории с богатым юношей, когда юноша, обратившись ко Христу, сказал, что он исполняет все заповеди Божии. Ну вот, трудно представить, что такой юноша был и мог безукоризненно исполнить все заповеди Божии. Но юноша так утверждал. И он спросил Господа, а что мне не хватает, чтобы еще стать святым и наследовать жизнь вечную? И Господь ему сказал, отдай все и иди за мной, и тогда обретешь жизнь вечную. Господь хочет, чтобы мы не какую-то часть своей жизни, своих усилий, своих доходов, своих благочестивых действий отдавали ему, а чтобы мы ему предоставили все свое сердце, всю свою любовь, всю свою веру, всю свою надежду, все свое участие в жизни близких, все свое благочестие и всю полноту своей жизни. Только тогда наша внешняя жизнь, окажется не противоречащей нашему внутреннему содержанию. И мы сможем уберечься от той закваски фарисейской, от того греха лицемерия, которым чем далее, тем более, к сожалению, страдает наш мир. Многие сейчас очень подвержены рекламе, многие стараются создать благочестивый имидж, очень такой добрый и интересный для окружающих. Многие стараются более казаться, нежели быть добрыми и правильными людьми. Понятно, что вот это стремление к внешнему благочестию, внешнему благолепию и внешнему доброму имиджу, оно никогда не приведет к внутреннему спасению, не приведет к внутреннему совершенству, не приведет к тому совершенному состоянию, к которому призывал нас Господь. Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня нам задали очередной вопрос о том, что такое мощи, их обретение, и какие бывают тленные мощи. Мы находимся в храме, где находится мощи Святаго Блаженного Андрея Симбирского Христо-Радио Родича Дотворца, нашего небесного заступника. Мы знаем, что после его смерти очень много горожан пришло проститься с Андреем Блаженным, и по традиции люди не смогли пройти и повидаться все, кто хотел с ним проститься в положенные три дня. Андрей Блаженный лежал в маленькой комнате, где постоянно приходили люди, но его тело не коснулось тления. Мало того, многие ощущали благоуханный запах. После похорон с прошествием какого-то времени задались о том, чтобы обрести мощи, посмотреть, действительно ли Андрей Ильич Огородников был угодником Божиим, и его тело не подверглось тлению. И да, действительно, когда нашли мощи и подняли гробницу с мощами, то многие увидели и услышали запах, запах благоухания. Его мощи действительно не подверглись тлению. Многие приходят с тем вопросом, что мощи – это некий символ. Мощи – это останки святого человека, жившего при жизни здесь, на земле. И приходя к мощам, мы приходим к человеку, к угоднику Божию, который здесь жил, и которому Господь попустил его нетление здесь. Его останки не тлеют даже здесь, в нашей земле, а сохраняются почти первозданными, такими же, какими и были при жизни. Обретение мощей бывает очень редко, потому что мы многих угодников Божьих просто не знаем. Прославлением мощей занимается Священный Синод Русской Православной Церкви. Также братья и сестры задают другой вопрос. Православие – главная цель спасения бессмертной души. Но, читая Евангелие, ты понимаешь, что для того, что для этого нужно, много нужно трудиться, бороться со страстями, не грешить, посещать богослужения, молиться и участвовать в Таинстах Церкви. С другой стороны, есть и такая точка зрения. Достаточно верить во Христа, и ты будешь спасен, как тот разбойник, что перед смертью на кресте уверовал и попал в рай. И даже больше, что все верующие уже спасены Христом, поскольку Он искупил наши грехи своими страданиями. Где же истина? Действительно, братья и сестры, мы с вами знаем из Священного Писания, из Евангелия, что один разбойник, распятый по правую сторону от Спасителя, как мы его называем, благоразумный разбойник, раскаялся в соединенных грехах своей жизни, раскаялся в том, за что его приговорили к смертной казни. Мы с вами знаем, что во времена земной жизни Иисуса Христа смертная казнь на кресте была самой мучительной и тяжелой, медленной. Ей подвергались серьезные преступники, убийцы, насильники, разбойники, государственные преступники. И вот Христа по зависти, злобе человеческой также приговорили к этой казни. И он был казнен с двумя разбойниками, распятыми рядом с ним по правую и левую сторону. И вот тот благоразумный разбойник, который был распят по правую сторону, стал исповедовать Христа Сыном Божиим и сказал с чувством покаяния в своих грехах, Господи, помяни меня во Царстве Твоем, даже не спаси. Он осознавал свои грехи, меру своих грехов, а просто просил Господа помянуть Его в Царстве Небесном. И Господь наш Иисус Христос, видя сердечное покаяние этого человека, этого благоразумного разбойника, говорит ему такие слова, побеждающие и подчеркивающие все его прежние грехи. Сегодня же будешь со мной в раю. И вот некоторые протестантские церкви и некоторые сектанты утверждают, что достаточно просто верить во Христа, как в Сына Божия, и ты уже автоматически спасен. Наверное, это было бы удобно и очень просто, но мы с вами знаем также из Священного Писания, из Евангелия, что Христос говорил и другие назидательные слова. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Божие, но исполняющий волю Отца моего Небесного. То есть мы с вами, люди, верующие во Христа и, родившись свыше от воды и святаго Духа в Таинстве Крещения, должны свое звание христианина, звание верующего человека, свою веру христианскую подтверждать самой своей жизнью, исполняя заповеди Божии, данные Богом на горе Синае через пророка Божия Моисея, и исполняя заповеди блаженства, данные Христом на горной проповеди. То есть Царствие Божие, оно нудится, оно зарабатывается самим человеком, конечно же, с помощью Божией. Господь Бог создал человека по своему образу и подобию, Господь дал каждому из нас разум, творческие способности и свободную волю. Но не всегда мы с вами, люди, если сказать честно, этой свободой можем правильно распоряжаться, и многие молодые люди, особенно сегодня, теперь рассуждают так, буду брать от жизни все, буду жить, есть, пить, василиться, развлекаться, а вот придет глубокая старость, когда уже не будет желания ходить по ресторанам, по кино, по дискотекам, вот тогда и буду замаливать грехи своей буйной юности. Наверное, был бы идеальный рецепт и вариант, но вся беда в том, что никто из нас, живущих на этой земле, не знает, а доживешь ли ты до этой самой старости, сумеешь ли ты старости свои замолить грехи своей юности, вспомните, как у Булгакова, страшно не то, что человек смертен, а страшно то, что он внезапно смертен, и поэтому мы с вами должны помнить о часе смертном, и святые отцы так и говорят, помни час смертный и вовек не согрешишь. Сколько людей на планете Земля ночью ложатся спать, а утром их находят холодные в своей постели, от внезапной остановки сердца, от инсульта, от инфаркта, сколько людей внезапно погибает под колесами автомобиля, дорожно-транспортных происшествий, сколько людей тонут в морях, в океанах, в реках во время отдыха, сколько разбивается самолетов, и ведь никто из них не знал заранее, что он попадет под машину или разобьется на самолете, все надеются дожить до глубокой старости, и вот поэтому-то мы с вами должны помнить о том, что Царствие Божие, оно нудится самим человеком, то есть спасение нашей души, это наше с вами соработничество с Богом, поэтому Христос и говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, то есть Господь ждет, чтобы мы сделали первый шаг, пришли к Нему, имели бы желание, веру, надежду, упование на Его всеблагую помощь, а Господь нас ждет с распортертыми объятиями, но Господь не может насильно спасать человека помимо Его воли, потому что Господь Бог уважает выбор каждого человека, представьте себе на мгновение, что Господь нас создал только хорошими, и мы бы не имели права выбора, но тогда бы мы не являлись образом Божиим, а мы были запрограммированные биороботы, биомашины, а вот в том-то и дело, что Господь ждет, чтобы мы сознательно выбирали между добром и злом, между жизнью и смертью, между Богом и дьяволом, то есть это работа внутренняя самого человека, Господь хочет, чтобы мы все спаслись, но и человек должен этого желать, поэтому за это убеждение, что достаточно просто верить в Бога, и ты автоматически спасен, в корне неверно, нет, вера должна подтверждаться добрыми делами, то есть человек должен трудиться в деле спасения своей души, конечно же, при благодатной помощи Бога, который помогает тем, кто сам стремится спасти свою душу, кто сам стремится к Богу, и тогда Господь принимает его во свои отеческие объятия с любовью. Субтитры создавал DimaTorzok